Вице-губернатор края Анна Менькова посетила новый корпус школы номер 43 станицы Северской. С 1 сентября в новом здании обучается более 400 детей, с 1 по 7 класс. Всего в учреждении учатся 569 школьников. За счет его постройки обучение теперь проходит в одну смену. Помимо классов, оборудованных по всем современным требованиям, в новом здании есть просторная столовая на 200 мест. Современная библиотека с отдельным читальным залом, где компьютеров не меньше, чем в кабинете информатики. Уютный актовый зал на 120 мест. Хореографический класс, кабинет труда, моделирования и творчества, робототехники и медицинский блок. Главная особенность нового корпуса – комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Один из самых любимых кабинетов здания – игровая. В свободное от урока время дети могут поиграть в настольные игры. Рядом с кабинетом в холле на потолке установлен проектор, проецирующий на поверхность пола интерактивные игры. Впечатляет и музыкальный класс. Здесь есть инструменты на целый оркестр. Их около двух десятков. Электрическая пианино, гитара, балалайка, гусли, скрип, кексилофон и даже ударная установка. Некоторые из инструментов ребята уже неплохо освоили. Как отметила вице-губернатор, обучение в одну смену и имеющиеся ресурсы нового здания позволят детям развивать свои таланты и приобретать новые знания и навыки. Для этого необходимы педагоги дополнительного образования. У судей вопросы профильного образования. На сегодняшний день в учреждении проводится предпрофильная и профильная подготовка старшеклассников по социально-экономическому и химико-биологическому направлениям. Анна Менькова согласилась, что эти направления перспективны, но также отметила, что сельская школа должна иметь и аграрный профиль. На территории школы расположены две теплицы, поэтому базы для занятий юных аграриев есть. Пообщалась вице-губернатор и с теми, ради кого проделана большая работа. Эти ребята еще успели поучиться в старой начальной школе и поэтому могут сравнить условия до и после открытия нового здания. Вы сегодня в новой школе с первого сентября. Вам школа нравится? Да, очень рада. А что конкретно вам нравится? Мне понравилось, потому что красиво у тебя поставили. У нас появилась площадка красивая, еще футбольная боль появилась. В нашей школе появилось множество компьютеров. Оценки у вас хорошие? Да. Стараемся? Да. Не будем подводить новую школу? Нет. Нет. Пусть у вас и дальше будут хорошие оценки. Новые тротуары в станице. Изменение облика улиц Крестьянской и Шевченко в станице Северской скоро оценят пешеходы и автовладельцы. Благодаря участию в краевой программе, софинансированию краевого и поселенческого бюджета в полном ходом идут работы по строительству тротуаров. На улице Шевченко прокладывают тротуар длиной один километр. Стоимость работ составляет около трех миллионов рублей. На улице Крестьянской строители проводят работы по капитальному ремонту не только тротуара, но и дорожного полотна. Общая протяженность 300 метров. Стоимость благоустройства улицы 15 миллионов рублей. Работы планируется завершить в октябре. Благоустроенные пешеходные зоны позволят станичникам спокойно добираться до дома, школы или места работы, не выходя на проезжую часть. На сегодняшний день население Северского района задолжало запотребленный сетевой газ около 50 миллионов рублей. Из 40 тысяч абонентов муниципалитета должниками являются более 15 тысяч. То есть каждый третий потребитель имеет задолженность перед поставщиком газа. Помимо физлицу газ, промежрегион газ, 700 абонентов промышленных площадок района. Неплатежи граждан за потребленный сетевой газ ставят под угрозу поставки сетевого газа в Северский район в новом отопительном сезоне 2018-2019 года. В настоящее время нами предпринимаются все меры по прекращению поставки сетевого газа абонентам-задолжникам с целью исключения срыва поставки газа. Уже 309 абонентов подлежат отключению, суммарный долг которых за потребленный энергоресурс составил более 9 миллионов рублей. В ближайшее время список пополнит еще 100 должников. Только за август, первые дни сентября, прекращена поставка сетевого газа более чем 130 абонентам. Отключение системы газоснабжения – это самая крайняя, но наиболее эффективная мера. Стоит отметить, поставка сетевого газа может быть прекращена в случае непроведения оплаты, либо проведения неполной оплаты за потребленный сетевой газ в течение трех месяцев. Иногда погашению задолженности потребителями способствуют досудебные требования и судебные процессы. Но вот вопрос – зачем ждать таких жестких мер? Печально, что в сознании должников отсутствует твердое правило – платить за газ вовремя. Напоминаю, что повторное подключение сетевого газа отключенным абонентам будет производиться только после проведения полного погашения имеющейся задолженности, начислений по пене, если они есть, и оплаты работ по отключению и подключению. Напоминаем, с 1 июля цена на газ – 6 рублей 22 копейки. При трудной финансовой ситуации в семье накопившуюся задолженность можно оплатить путем рассрочки, долго, сроком до полугода. Для этого необходимо обратиться в участок, и вам обязательно пойдут навстречу. Хотел бы обратиться к жителям Северского района и напомнить о том, что газ – это такой же продукт, это энергоресурс, который необходим в случае, если ты его потребил, так же, как хлеб, как и воду. Его нужно оплатить. Законодательно предусмотрена оплата потребленной энергии каждый месяц. При том, при всем, что уровень социальной жизни в нашей стране снижается, и социальная нагрузка и материальная нагрузка достаточно велика, напоминаю, что оплачивать нужно ежемесячно и не доводить до момента отключения и обращения в судебные органы для взыскания задолженности, запотребленный сетевой газ. Помимо почты, интернета, банка, оплатить за газ можно и в здании участка. Здесь для удобства установлен терминал. Также прием по всем возникающим вопросам ведет абонентский отдел. Стоит сказать и об ответственности за хищение голубого топлива. Самовольные действия при подключении к системе газоснабжения крайне недопустимы. Это грозит как административной, так и уголовной ответственностью. А самое главное – самовольно подключаясь к газопроводу, человек ставит под удар не только себя, но и соседей случайных прохожих. Достаточно одной скры, чтобы скопившийся газ вспыхнул и тогда трагических последствий не избежать. Очередной гастрономический фестиваль «Веселые шкварки» пройдет в Северском районе 29 сентября. В 2015 году Северский район получил широкую известность в Краснодарском крае и соседних регионах благодаря, как его называют сами организаторы, празднику народной еды. В окрестностях станицы Азовской, на огромном поле, откуда открывается панорама на Собербаш, десятки кулинаров и мастеров раскроют гостям праздника «Секреты» – национальной кухни народного творчества. На фестивале представят гастрономическую культуру, обычаи, традиции русских, кубанских, грузинских, осетинских и адыгских народов. Кубанский борщ, царская уха из петуха, домашние соленья, плов, шашлык, осетинские пироги и ароматный адыгейский чай – эти и многие другие блюда смогут попробовать гости и участники фестиваля. В программу входит порядка десяти тематических зон и культурных мероприятий. Подробности на сайте лидерокубани.рф Хэштег «Лидеры Кубани» 15 сентября исполняется 10 лет со дня краха Лемон Бразерс, в прошлом одного из крупнейших финансовых конгломератов мира. То событие считают отправной точкой мирового финансового кризиса. Оно сопровождалось кредитными потрясениями и разорением многих банков, что привело к глубочайшей рецессии и к десятилетию медленного роста и болезненного восстановления. До 15 сентября 2008 года обанкротился ряд банков в Великобритании, США, Германии и других странах. Крах Лемон Бразерс стал кульминацией. Правительство США отказалось национализировать учреждения и выделять средства на его спасение. Это привело к панике на финансовых рынках. Впоследствии американские власти были вынуждены выделять миллиарды долларов на поддержание экономики. То же пришлось делать и другим государствам большой двадцатки. До объявления о банкротстве Лемон Бразерс занимался рискованным ипотечным кредитованием. Кредиты выдавались плохим заёмщикам с высоким уровнем дефолта. Это привело к образованию мыльного пузыря, который вскоре лопнул. В то время все понимали, что если банк рухнет, это почувствуют по всему миру. Поскольку если банк такой величины может обанкротиться, то такое может случиться с любым другим банком. Мировой финансовый кризис привёл к тотальной безработице. Миллионы людей лишились своих прав на недвижимость. Экономисты говорят, что слишком большая самоуверенность повышает риск нового кризиса глобальной экономики. «Когда грянул кризис, то его масштаб и скорость стали неожиданностью для всех. Однако до этого были явные знаки того, что может произойти». После начала кризиса Конгресс США принял закон, который вводил сотни новых правил, включая более строгий надзор за рынком свопов, ипотечными кредитами и потребительскими финансовыми продуктами, а также за крупными небанковскими финансовыми фирмами. С тех пор рынки стабилизировались. Экономисты говорят, что банкам важно заниматься саморегуляцией, использовать аналитику и держать больше капитала в резерве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова